Официальные партнеры программы «Новости дня» – магазин «Русский мех», торговая группа «Абсолют», компания «Оптика СССР». Штрафы за продажу сигарет и вейпов детям повысили. Об этом и не только сегодня в нашем выпуске. Здравствуйте! Вы смотрите «Новости дня». С последними событиями вас познакомлю я, Ася Касьянова и корреспонденты ТВКОМа. И сначала коротко о главных темах. В зоне ответственности внутридомовых сетей свойства воды могут поменяться. Износ сетей никто не отменял. Опасно ли пить? Жильцы сотых кварталов пожаловались на мутную воду из крана. В ходе обследования было печальное состояние данной крыши. Все протекало. Обновляют кровлю. В Бурятии на капитальный ремонт крыш потратили уже более 90 миллионов рублей. Разработки ученых и школьников в Бурятии представили уникальные IT-проекты. Начнем с происшествий. В Улан-Удэ водитель легковушки сбил женщину и скрылся с места ДТП. В столице Бурятии за минувшие сутки произошло несколько крупных аварий. Обо всем по порядку расскажем в нашей постоянной рубрике «Горячая линия». Водитель на пешеходном переходе сбил женщину и скрылся с места ДТП. Все произошло сегодня около 10 утра на проспекте строителей. Мужчина был за рулем Тойоты Суарер темно-синего цвета. Сейчас его разыскивает полиция. ДТП на улице Смолина. По словам аварийных комиссаров, водитель за рулем грузовика припарковался для выгрузки стройматериала. А девушка, управляя Хюндайем, объезжая грузовое авто, въехала в него. Пострадавших нет. Не обошлось без ДТП и на улице Боевая. По словам очевидцев, водитель за рулем шахмана поворачивал налево с крайней левой полосы. А «Волга» делала тот же самый маневр, только со средней полосы. Пострадавших нет. Отечественный автомобиль попал в слепую зону. От удара его развернуло и выкинуло в металлическое ограждение. А это ДТП на товарном дворе. КамАЗ, заезжая на АЗС, не включил поворотник, из-за чего и столкнулся с Ниссаном Альмера, который шел на обгон. Никто не пострадал. Андрей Слепнев, новости дня. Мутная вода из крана. Такую жалобу от жителей сотых кварталов получили в водоканале. Специалисты выехали на место и все обследовали. Какой вывод сделали, знает Мария Латышева. Жители нескольких домов в сотых микрорайонах пожаловались на мутную воду в своих квартирах. Для устранения причины на место выехала экстренная служба водоканала. Вместе с аварийно-восстановительной бригадой водоканала в сотые выехала и лаборатория. Обследование сетей каких-либо утечек не выявило. Все трубопроводы и оборудование работают в штатном режиме. А отбор проб воды отклонения от норм САМПИНА не показал. Не обнаружено никаких превышений. Вода соответствует нормативам. Что, в принципе, и неудивительно, так как вся вода поступает в наши водопроводные сети. Сартезианский, Спажин. Не только нами, это замечено и другими регионами, в общем, людьми, что наше качество воды очень высокое. Жильцы, с которыми мы встретились, на воду тоже не жаловались. В домах нормальная вода. Хорошая на качество не жалуются? Нет, на качество не жалуются. Какого привкуса железа? Нет. Да, очень хорошая вода. Как отмечают специалисты водоканала, причина мутности воды – высокий износ внутридомовых сетей. Трубопроводы должны проходить ежегодную плановую промывку. Обеспечивает ее управляющая компания, которая обслуживает дом. В зоне ответственности внутридомовых сетей свойства воды могут поменяться. Износ сетей никто не отменял. Внутренние сети также устаревают и требуют к себе повышенного внимания. В большей степени обращения граждан, которые приходят в водоканал, они именно связаны с тем, что сети внутренние не всегда отвечают тем требованиям. Чтобы обезопасить горожан, специалисты водоканала провели дезинфекцию и промывку сетей через пожарный гидрант. Если вы заметили нарушение качества холодного водоснабжения в вашем доме, а управляющая компания никак не реагирует на запросы, рекомендуем обратиться напрямую в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефону 44 10 33 и 44 00 00. Мария Латышева, Сергей Медведев, Новости дня. В Бурятии построят еще одни очистные. Они появятся недалеко от границы с Монголией, в поселке Наушке Кяхтинского района. Госэкспертиза уже выдала положительное заключение на проектную документацию и инженерные изыскания по строительству. Будущие сооружения ежегодно смогут принимать и очищать почти 300 тысяч кубометров сточных вод. Запланировано строительство сливной станции, блока очистки, склада обезвоженного осадка, резервуара для чистой воды, канализационной насосной станции. Кроме того, предусмотрен административно-бытовой корпус и газовая котельная. Сметная стоимость проекта составляет 738 миллионов рублей. Строительство планируется начать в 2024 году. В столице Бурятии полным ходом идет обновление крыш в рамках программы капремонта. В Улан-Удэ немало домов, кроме которых уже в очень плохом состоянии. Такая же ситуация была на Приречной. Оттуда наш следующий материал. В этом году в Бурятии капитально отремонтируют крыши в 99 многоэтажках. 36 домов уже отремонтировано. Это дома в Улан-Удэ и нескольких районах Бурятии. В частности, вот эта крыша на Приречной, где мы сейчас находимся. А всего на работы планируют потратить 90 миллионов рублей. Жильцы дома по улице Приречной 2В жаловались, что с любым дождем их просто-напросто заливает. Убедились в этом и сами подрядчики, когда зашли на объект. В ходе обследования было печальное состояние данной крыши. Все протекало. Водосрочная система, водосборная система не работала фактически. Вентиляция вся была в плачевном состоянии. На данный момент все это поменено. Крышу на Приречной сделали, но это далеко не весь перечень работ, что ждет этот дом. Помимо капитального ремонта крыши в этом году по этому дому будут проведены работы по капитальному ремонту фасада, подвала, фундамента, а также сантехнических систем, то есть системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и канализации. Что касается крыш оставшихся домов по всей республике, то их продолжат ремонтировать до конца апреля и завершат перед началом дождливого сезона, чтобы избежать подтоплений квартир верхних этажей. А затем вновь работы стартуют в середине осени. В фонде капитального ремонта напоминают, что основной источник финансирования для капитального ремонта – взносы собственников помещений. Поэтому жителям важно ежемесячно их вносить, не допуская просрочек. Мария Латышева, Жаргал Церинда Шиев, Новости дня. В Бурятии обсудили достижения и перспективы развития в области информационных технологий. В стратегической сессии приняли участие более 200 человек. Они представили свои разработки. Подробности в следующем материале. Стратегическая сессия началась с выставки. На ней участники представили уникальные IT-разработки. Например, ребята из Улан-Уденского авиационного техникума создали беспилотники. Каждый такой прибор поднимает груз до 5 килограммов, а в полете они могут находиться от 20 до 40 минут. Помимо этого, также бионические системы, на которых наши ребята по специальности мехатроника, мобильная робототехника работают. Ну и самые актуальные на данный момент разработки – это те, которые могут применяться в условиях специальной военной операции. А ребята из Кванториума создали проект будущего. Они изобрели устройство, которое поможет людям с речевыми дефектами. Мы это все программируем в приложении Мега, собрали датчик. Все устройства, файлы, озвучка, они сюда программируются, и мы переносим саму программу в это устройство. Здесь у нас вот кнопка, он нажимает сюда, и датчик что-то говорит. То есть, например, сразу «ребенка может зайти до остановки», но он не может говорить какие-то слова. Поэтому он нажимает эту кнопку, и вот этот устройство вместо него. А в ходе сессии участники разработали проект «Этносток бурятской цифровой культуры». Это площадка, где любой желающий может скачать контент, связанный с нашей республикой. Цель его – собрать весь контент, который посвящен бурятской культуре, в том числе разных национальностей, которые проживают у нас. Оцифровать орнаменты, сделать 3D-модели, арт-объектов, культурного наследия, этнической музыки национальной, записать в электронном виде разные музыкальные инструменты. И таким образом из любой точки мира можно будет зайти, скачать наш контент. Это будет популяризация культуры бурятия. Это лишь часть разработок, которые были представлены на выставке. Некоторые из них будут реализованы. Внедрение Айфи жизненно необходимо во всех сферах. Я подчеркну, жизненно необходимо, поскольку сейчас везде и все в мире так или иначе автоматизируется, оцифровывается, внедряются в системы искусственного интеллекта, и это влияет на производительность труда, соответственно, на качество и себестоимость производимой продукции. А это конкурентоспособность. Если наше предприятие будет отставать от этого, у них будет неконкурентость продукции. Также на стратегической сессии было подписано 8 соглашений по дальнейшему сотрудничеству в IT-сфере. Андрей Слепнев, Батогармын, Новости дня. Также Госдума одобрила повышение штрафов за вовлечение детей в процесс потребления табака. Наказание составит от 2 до 5 тысяч рублей для граждан и от 5 до 7 тысяч для родителей или опекунов детей. К другим темам. В Улан-Удэ продолжается месячник чистоты. Коммунальные службы убирают мусор, накопившийся за зиму, и прошлогоднюю траву. Где уже успели навести порядок, расскажем далее. Солнечный и безветренный день, плюсовая температура и хорошее настроение. А большего для субботника и не нужно. Сотрудники комитета управления имущества наводили чистоту на Верхней Березовке. Хоть территория большая, коллектив с воодушевлением принялся за дело. Вот такой замечательный день, замечательное солнце, полезный труд. После душных кабинетов это, конечно, очень здорово. Это и сплачивает коллектив, и с другой стороны приносит большую пользу. И мы хотели бы призвать всех горожан поддержать нас, поддержать администрацию, принять участие в субботнике возле вашего дома, возле вашего подъезда, возле вашей работы. Для того, чтобы мы все жили в чистых, комфортных условиях. Чтобы собрать весь мусор, специалисты прошли около километра. В основном бутылки, окурки и бумага были разбросаны вдоль дороги. С каждым годом мусора становится меньше. То есть постепенно, видя результаты месячника чистоты горожане, все-таки у кого-то уже рука не дрогнет, выбросить мусор в неположенном месте. И становится чище. Тем временем сотрудники администрации Октябрьского района убирали стихийную свалку в 111 микрорайоне. Кучи мусора лежали около жилого дома. Мы работаем не только в центральной части города, но работаем еще с стихийными свалками, которые сейчас вы можете прекрасно наблюдать. Она находится в центре живого квартала и вынуждены мы ее, безусловно, отрабатывать. К сожалению, жители наших сотых кварталов не очень хорошо, не очень бережно относятся к сохранению, к сбережению нашей территории, к санитарному состоянию. Но, тем не менее, у нас есть уникальный шанс в рамках месячной чистоты навести порядок. Чтобы разобрать завалы мусора, специалисты потратили более двух часов. Всего было собрано почти 10 кубометров отходов. Плачевные ситуации и около гаражей. То, что творится вокруг этих гаражей, оно не поддается никакому здравому описанию. Грязь, мусор, антисанитария. Я еще раз обращаюсь к владельцам металлических гаражей. А у нас их ни много ни мало, на районе 17 тысяч. Пожалуйста, приведите, все в соответствие. Месячник чистоты стартовал 24 марта. За это время в субботниках на территории Октябрьского района приняли участие свыше тысячи человек. Активно принимают участие в уборках и студенты. Медицинский институт БГУ передал символ месячника чистоты этого года коммунальную стрелу Комитету по социальной и молодежной политике. Медицинский институт БГУ передает коммунальную стрелу Комитету по социальной и молодежной политике. Администрации города УАНУДЭ. Комитет по социальной и молодежной политике администрации города УАНУДЭ. Коммунальную стрелу в рамках месячника чистоты и благоустройства принял. Сотрудники Комитета навели порядок на улице Барсоева. В субботнике принимают участие более 30 человек. Это сотрудники комитета, студенты железнодорожного колледжа, волонтеры трудовых отрядов мэра города. Всего на улице Барсуева было собрано 50 мешков мусора. Также добавлю, что месячник чистоты был инициирован мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым. Он завершится 22 апреля общегородским субботником. Руслан Хороших, Татьяна Усольцева, Бату Гармын, Жаргал Церендашиев. Новости дня. Приводят в порядок не только территории. В рамках подготовки к празднованию Дня Победы в нашей столице моют памятники. Сегодня взялись за голову Ленина. Как очищают такие объекты, расскажем далее. Каждый год весной сотрудники комбината по благоустройству моют и чистят городские памятники. На этот раз начали с главной площади города. Работает бригада из трех человек. На все про все нужно около трех часов. Будет использоваться моющий аппарат. В него будет добавляться специальное спецсредство, которое будет помогать очищать данную поверхность. Глубинный помет уберет. Где-то, где подржавело уберет следы. Придет в памятник скульптурную композицию в нормальное состояние. Средство без агрессивных добавок поверхности не вредит. После все протрут вручную. Памятник не маленький, потому понадобилась автовышка. Ее предоставил Горсвет. Ради безопасности территорию вокруг оцепили. Работы по помывке памятников стартовали 6 апреля. Всего комбинат по благоустройству очищает 35 памятников скульптурных композиций. Из них 22 памятника военной истории, которые приведут в порядок в рамках подготовки к празднованию 78-летия со дня Победы Великой Отечественной войны. После площади советов специалисты приступят к помывке скульптурных композиций на мосту «Бегущая лань». Ася Касьянова, Сергей Медведев. Новости дня. Сейчас небольшой перерыв. И вот о чем еще после рекламы. Эмбрионы были. Они проверены по потомству, имеют племяное свидетельство. В одном из хозяйств Бурятии родился необычный теленок. Он появился на свет благодаря трансплантации эмбриона. Помолиться в храме, приложиться к святой плащанице, а также во время освящения уже услышать первые песнопения, пасхальные песнопения. Куличи и торжественная служба. В предстоящие выходные весь православный мир отметит Пасху Христову. Коммунистическая 44. Магазин «Русский мех». Сочные фрукты в «Абсолюте». Яблоки. Всего за 69,90. «Абсолют». Гарант низких цен. Акция «1 плюс 1 в «Абсолюте». Две колбасы чесночных по цене одной. «Абсолют». Гарант низких цен. Оптика «СССР». Вас ослепляют блики и свет фар. Специальные очки для вождения обеспечивают комфорт и четкость изображения. Это ваше здоровье и безопасность. Сохраните здоровье глаз. Ваша оптика «СССР». Яркая программа развлечений. Каждый день в эко-курорте КУКА. Дискотеки. Вечера знакомств. Мастер-классы. Интеллектуальные игры. Бесты. Телефон в чите 210-911. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Вы смотрите «Новости дня». Это прямой эфир. Продолжим. В Бурятии завершился первый этап профилактической операции «Дети России-2023». В ее рамках полицейские, медики и сотрудники образовательных учреждений взялись за выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Во время проведения операции акцент сделали на школьников. Ведь они, как показывает практика, самое слабое звено. Детям объясняли, как наркотики могут навредить здоровью и какое наказание грозит тем, кто распространяет такие вещества. Об этом сотрудники МВД рассказали во время брифинга. Также внимание уделялось индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетним состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Информационная просветительская работа, лекции, обучающие семинары, профилактические беседы с несовершеннолетними молодежи направлены на повышение правовой грамотности и формирование здорового образа жизни. Также сотрудники МВД проводили рейды по местам, где обычно дети встречаются в свободное время, в том числе в торговых центрах, студенческих общежитиях и частном секторе. С собой брали служебную собаку. Чтобы обнаружить тех, кто уже употребляет опасные вещества, в школах прошли медосмотры. Тестируется у нас ежегодно порядка 18-19 тысяч обучающихся разных образовательных организаций. Это школьники, студенты средних профессиональных образовательных организаций, студенты вузов. Всего задействовано в данном наркотестировании более 200 организаций. Сейчас мы тестируем на 10 видов наркотиков. Это опиаты, каннабиноиды, синтетические катиноны. Начиная с 2019-го, количество тех, у кого нашли наркотики в крови уменьшается. По результатам прошлого года это 16 случаев. В целом, в 2022 году за правонарушения, связанные с наркотическими средствами, к административной ответственности привлекли 86 подростков. Ася Касьянова, Валерия Каратуева, Новости дня. В Улан-Удэ с 17 по 21 апреля во всех филиалах городской ветеринарной станции пройдет льготная стерилизация домашних животных. Владельцам нужно будет оплатить только расходные материалы. Стоимость процедуры во время акции намного ниже, чем в обычные дни. За прошедшие две недели у нас было стерилизовано 200 голов животных. Активное участие приняли 4 района. Это Кабанский, Селингинский, Заиграевский и Сербайкайские районы. Где владельцы очень активно, порядка 40 владельцев еженедельно приходят на льготную стерилизацию. Также отметим, что с марта месяца на территории Республики Бурятия действует бесплатная стерилизация. Операция проводится только по предварительной записи. Сделать это можно по телефону 43 79 71 18 00 05 и 18 00 25. В одном из хозяйств Бурятии родился необычный теленок. Он появился на свет благодаря трансплантации эмбриона. Эксперимент решили провести в племенной службе Республики. Какими достоинствами обладает такой скот, расскажем далее. Эксперимент по получению потомства с помощью трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота в нашей Республике начали еще в прошлом году. В качестве площадок выбрали два хозяйства. И первое потомство получили в Кабанском районе. Теленку только 7 дней. Расти он будет на молочной ферме. Эмбрионы были, они проверены по потомству, имеют племяное свидетельство, что их материя имеет статус, как племяной скот, то есть материя выше 15 тысяч удовий у них получается. И также быки проверены по качеству потомства. Биоматериал взяли у высокоценных пород КРС – черно-пестрой, сементальской и казахской белоголовой. Привезли его специалисты из Барнаула. Потомство, полученное таким способом, быстрее растет. Теленок уже обогнал сверстников. Но такой способ разведения пока не станет массовым. Трансплантация – это строительное предприятие, но есть государственная поддержка в размере 90% получения. В Министерстве сельского хозяйства принимают заявки от фермеров. А пока на подходе второй теленок. Он должен родиться в хозяйстве Бичурского района. Трансплантация эмбрионов позволит быстро нарастить высокопродуктивное стадо для продажи за рубеж, говорят специалисты. Ведь в той же Монголии заинтересованы в поставках КРС из Бурятии. Ась Касьянова, Новости дня. Сельхозакадемия получит 316 миллионов рублей. Она вновь вошла в список дальневосточных вузов, получивших гранты по программе развития высшего образования «Приоритет-2030». Всего деньги на развитие материально-технической базы поступят в 15 высших учебных заведений. А сумма гранта для каждого определялась в зависимости от рейтинга, полученного на конкурсном отборе. Наша сельхозакадемия получит одну из самых больших сумм. Эту меру поддержки дальневосточных вузов реализуют по поручению президента. В этом году финансирование программы составит 2,5 миллиарда рублей. В Госдуму внесли законопроект об установлении понедельника после Пасхи выходным днем. Авторы отмечают, что общее число нерабочих праздничных дней в году не изменится, потому как подразумевается перенос выходного с другой даты. По мнению разработчиков проекта, предоставление после дня празднования Пасхи еще одного выходного продемонстрирует не только дань уважения глубоким историческим традициям православного сообщества, но и станет еще одним свидетельством признания государством и обществом особой роли православия в истории России. Пока с выходным не определились, а сам праздник отметим 16 апреля. Накануне в субботу в храмах будут освещать пасхальные угощения, а ночью состоится торжественная служба. Наш корреспондент продолжит. 15 апреля с 11 до 18 часов в Адигитревском соборе будут освещать куличи, яйца и пасхи. Каждый желающий в это же самое время может помолиться в храме, приложиться к святой плащанице, а также во время освещения уже услышать первые песнопения, пасхальные песнопения. В ночь с субботы на воскресенье в храмах будет совершена пасхальная полуношница и крестный ход, и уже в полночь прозвучит главное песнопение праздника «Христос воскресе из мертвых». Затем начнется светлое пасхальное заутрення, а уже в понедельник состоится встреча благодатного огня, который доставят со святой земли из храма гроба Господня. 17 апреля в 8 часов прибудет в город Улан-Уте «Благодатный огонь» из города Иерусалима. И уже где-то в 8.30 он будет доставлен в Троицкий храм города Улан-Уте. Каждый желающий сможет в это время прийти в храм и получить часть благодатного огня для себя и своих близких, а также принести его в свои дома. Екатерина Иллистратова, Андрей Слепнёв, Новости дня. Подняться на высоту более 1700 метров. Самокитский цирк – гора в Якутии, которую мечтают покорить многие любители экстремального отдыха. Но добраться до вершины удается далеко не всем. О трудностях таких восхождений в материале наших коллег. Уже в 55-й раз очередная группа экстремалов отправилась покорять знаменитую гору. Но, как оказалось, эта задача под силу далеко не всем. Из 30 человек группы до конечной точки маршрута на высоту более 1700 метров смогли добраться только 12. На самом деле для многих людей это достаточно такое сильное испытание, потому что путь вообще 16 километров составляет, из которых 8 километров на лыжах и 8 километров уже непосредственно пешком. От подножия, ну, собственно, до вершины. И, конечно же, как вы заметили, не все смогли подняться. Поднялись только самые натренированные, самые стойкие. Но тут хотел бы добавить то, что среди нас был мальчишка 13 лет. И, знаете, вот многие взрослые, когда в какой-то момент они уставали, считали, что же все, выбились из сил. Ну, смотрели на него, на его невозмутимый вид. Находили себе силы и шли дальше. Подготовка и организация таких восхождений требует большой ответственности, ведь горы, как известно, ошибок не прощают. За 18 лет совершенствовались как условия для самого восхождения, так и организация стоянок на месте отдыха и ночевки. В подготовке были сложности. Опять же, погодные условия. Две метели, заметает путик снегоходный, и снегоход начинает заваливаться. Это первый этап. Второй этап техника все равно подводила. Мы некоторую технику прямо там делали палатки, ремонтировали ее прямо на месте в походных условиях. И также наледи. Мы большую часть прошли по воде. Воды немного, но эта наледь постоянно присутствует. И она также и для техники погубно сказывается, ну и для участников, когда идешь с лишными палками и ноги разъезжаются. Впереди у организаторов экспедиции новые идеи, новые проекты, а значит, станет все больше желающих прикоснуться к прекрасному миру гор и почувствовать себя настоящим покорителем высоты. Руслан Хороших, Екатерина Иллистратова, Новости дня. И еще новости из Якутии. Сегодня местный национальный центр аудиовизуального наследия отмечает 27 лет со дня основания. Как там хранят уникальные кадры, расскажем далее. Эти ценные кадры, снятые неизвестными операторами, стали настоящей находкой. Благодаря кропотливому труду коллектива мы сегодня можем увидеть виды городов и селений Якутии, силуэты старинных зданий и жилищ, портреты людей различных поколений и профессий. Намские краеведы в одном из архивов Москвы обнаружили на видео у Максима Кировича Амосова. Он сопровождал траурную процессию Владимира Ленина из горок в Москву. И вдруг оказалось, что при такой огромной, гигантской массе народа камера выхватывает из толпы Максима Кировича Амосова. Или, допустим, один из сотрудников института мерзунтоведения принес нам вообще испорченную, лежавшую где-то в альдуке на пленку, уже там, по-моему, порубанный уже топором даже, да, видимо, пытались изо льда вытащить. Но на остатках этих сохранились уникальные материалы. Это была первая экспедиция мерзунтоведов в 1939 году на Верхоянские Тарыны, на Алиге. Прежде чем материал будет занесен на хранение в фотоцентра, проделывается обширная работа. В первую очередь проводится техническая оценка состояния видеоматериала, выявляется наличие дефектов, реставрация. Затем в документы проходит этап оцифровки и переносится на DVD-диск. Уже на этих носителях опытные эксперты просматривают кадры и оценивают степень его исторической ценности. Некоторым присваивается статус уникального или особо ценного. Эксперты просматривают оригинал и потом создаем две копии. Это рабочие и страховые. И страховые копии – это для работы наших клиентов. Работа по сбору материалов ведется со многими организациями всей республики. К примеру, сегодня в руки специалистов была передана очередная ценная находка. На 16-миллиметровой пленке запечатлен юбилей школы из Вилюйского Улуса. Школа была основана в 1931 году. И вот очень такие живые, интересные кадры. А дальше, вот видите, да, пленка сама объемная. Тут 400 метража. И дальше еще мы пока не знаем, что дальше у нас будет. Для просмотра всего принятого на государственное хранение материала потребуется около 10 тысяч часов. А метраж уникальных фильмов и сюжетов равен расстоянию от Якутска до Золотого кольца России. Стоит отметить, что помимо сохранения сбора и приема материалов, активно ведется видеофиксация значимых событий современности. Андрей Слепнев, Екатерина Иллистратова. Новости дня. Не переключайтесь, ведь сразу после новостей в нашем эфире программа «Восаду левогороди». В новом выпуске Анатолий Кушнарев расскажет, как ухаживать за подросшей рассадой и о нюансах подготовки парников и теплиц. Не пропустите в 20.10. На этом у меня все. И еще раз коротко о главном. Опасно лепить. Жильцы сотых кварталов пожаловались на мутную воду из крана. Обновляют кровлю. В Бурятии на капитальный ремонт крыш потратили уже более 90 миллионов рублей. Разработки ученых и школьников в Бурятии представили уникальные IT-проекты. Наш выпуск завершен. Мы всегда готовы рассказать вам о самом интересном. С вами была Ася Касьянова. Хороших вам выходных и до встречи в эфире. Субтитры делал DimaTorzok В Абсолюте охлажденное мясо свинины всегда по супер цене. Всего от 198 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. Вкусные фрукты в Абсолюте. Авокадо всего за 79 рублей за штуку. Абсолют. Гарант низких цен. Каждые 5 секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Ваша оптика с СССР. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СССР.